Это первый азан в новой мечети. За нее жители благодарят местного предпринимателя Ильхама Хисамиева. Белый пуховый платок на плечи той, чей сын взялся за строительство. Пусть эта шаль греет вас многие годы. Ваш сын не только ваша гордость, он гордость всего Татарстана. Перед смертью отец Ильхама Хисамиева завещал ему, постарайся построить мечеть. И сын в 2014 году начинает строительство. Благое намерение поддержала вся деревня. Здесь созданы все условия. Не только для мужчин, но и для женщин. В старую мечеть наши бабушки, мамы не могли ходить, а сейчас радуются. И для них двери открыты. Есть в деревне и те, кто на молитву приходит регулярно. Таких примерно 10 человек. До этого прихожане ютились в старом каменном здании. При советах оно служило начальной школой. В деревне Верхняя Корса сюда на праздничные проповеди собирались до 120 человек. Места всем не хватало. Сейчас другое дело. Это мечеть. На каждого из вас возлагает огромную ответственность. Здесь должны пять раз звучать азаны. Сюда должны приходить на намаз. В вашей деревне 250 человек. Мечеть вместит всех. Главное, чтобы вы приходили. Теперь здесь будут не только читать намаз. При мечети будет работать мадресе. Я и в старой мечети преподавала. Тогда еще в нашей деревне никто намаз не читал. Сейчас многие знакомы с Кораном. Продолжим это и здесь. В Арском районе сегодня 128 сельских поселений. 85 из них работают в мечети. Новая мечеть. Ее назвали Ильдус. В честь отца благотворителя по счету 86-я. К осени планируют достроить еще шесть мусульманских храмов. Алия Хайрудинова, Рамиль Гарипов, Рамиль Гарифуллин, ТНВ. Арский район. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843-5705-100. Алия Хайрудинова, Рамиль Гарипов, Рамиль Гарипов, Рамиль Гарипов.